Иссыкулю грозит как минимум две опасности, а Кабмин бездействует. На это обиделся депутат и предлагает коллегам не одобрять никаких инициатив со стороны исполнительной власти. Еще одна депутат отозвала свою подпись под законом об НКО, а правозащитники провели мирную акцию прямо у порога Белого дома. Добрый вечер, друзья, в эфире НЕ Новости Апреля и я, Олеся Цурикова. Пятеро кыргызстанцев пострадали в массовой драке в России, сообщает телеграм-канал «Шот». Под Иркутском схлестнулись около 300 человек. Мигранты из Таджикистана и нашей страны из-за очереди в столовую. Инцидент произошел на Кавыгтинском газоконденсатном месторождении. Сейчас в ситуации разбирается полиция. И к другим новостям. Мы сломали берлинскую стену или это только временная передышка? Законопроект об иноагентах убрали из повестки дня Комитета парламента по правопорядку в борьбе с преступностью. Его должны были рассмотреть в первом чтении завтра, но пока передумали. Об этом на своей странице в Facebook сообщила юрист Джогру Кукинеша ТТБ Бергишбаева. Ура! Законопроект об иноагентах убрали с повестки Комитета по правопорядку Джогру Кукинеша на 27 июня. Напомню, законопроект об НКО сейчас должны рассматривать комитеты парламента. Для того, чтобы поправки в старый закон были приняты, им нужно сначала получить одобрение профильных комитетов. После этого они должны быть внесены на общее пленарное заседание Джогру Кукинеша. Однако в документе есть пункты, возмутившие самих юристов, активистов, сами неправительственные организации и международное сообщество. Дело в том, что при принятии этого проекта под удар попадут не только НКО, но и СМИ, да и любой человек в частности. По нему кого угодно смогут осудить на 5-10 лет за критику в отношении действий власти и даже за лайк под таким постом. Кыргызстанцы собирают подписи против закона об иноагентах. Правозащитники движения Бирдюйнё Кыргызстан просят отозвать законопроекты о НКО и о СМИ. Они обратились к депутатам и чиновникам из администрации президента. Призывают снять с общественного обсуждения эти документы, доработать и только потом принимать решение. Мы просим не нарушать Конституцию, отозвать антиконституционные законопроекты против общественных организаций НКО и масс-медиа. Вернуться в формат конституционного поля и начать партнерство с гражданским обществом для продвижения реформ. Решение общественно значимых проблем в условиях кризисов и новых рисков. Мы обращаемся к генеральному прокурору с требованием осуществлять надзор за законностью в стране и реагировать прокурорским актом на системные нарушения Конституции. Активисты добиваются встречи с членами Комитета ЖК по конституционному законодательству и госустройству, дабы вместе решить все правовые шероховатости, описанные в нынешних проектах. Работники организации сегодня провели просветительскую акцию перед парламентом. Раздавали депутатам листовки с призывом не нарушать Конституцию Кыргызской Республики. Права и свободы граждан. В раздатках следующий текст. Мы вовлечены в партнерство для продвижения и решения целей устойчивого развития. Мы боремся с бедностью и дискриминацией в Каэр, в стране, где проживают более ста этнических групп. Мы соблюдаем Конституцию и законы Каэр. Мы продвигаем выполнение и продвижение реформ для устойчивого развития Каэр всех международных обязательств. Вы знаете, что самые уязвимые в стране – это женщины и дети, включая масштаб стихийной миграции, семьи, которые страдают вдвойне от отсутствия доступа к справедливому правосудию. Мы просим вас не нарушать Конституцию Каэр, отозвать антиконституционные законопроекты против общественных организаций НКО и масс-медиа. Мы призываем вас вернуться в формат конституционного поля и начать партнерство для продвижения реформ, решения общественно значимых проблем в условиях кризисов и новых рисков. Пока все более или менее стабильно. Один из законопроектов, который об НКО, убрали из завтрашней повестки. А это значит, что он не попадет на общую сессию ЖК до осени. Ну, если только главная инициатор Конадира Норматова внезапно не придет на заседание и не протащит его. Ну, или если сами парламентарии не рассмотрят закон вне повестки. Пока же еще одна депутат отказалась быть инициаторкой скандального законопроекта. Это Лейла Лаурова, член фракции Интемак. О своем решении народная избранница сообщила о затык медиа. Причина та же. До этого подмахнула, не глядя, а что внутри, не прочла. Когда предложили этот законопроект месяца 4 назад, я поставила свою подпись. Тогда концепция была преподнесена неправильно. Потом, когда я изучила полностью материалы, я отозвала свою подпись. Я против того, чтобы такой закон принимали в нашей стране. Он абсолютно не отвечает интересам нашего государства. Еще один депутат Карим Ханджоза рассказал журналистам, что тоже вроде бы против нынешней редакции закона, но подпись свою, как инициатор, пока не отозвал. Видимо, верит в хорошее. Говорит, хочу предложения внести и поправки. А вот если остальные пойдут в отказ, тогда уйду от них. Ранее свои подписи под скандальным законом об НПО отозвали уже семеро депутатов. Тем временем, член другого комитета по аграрной политике, водным ресурсам и экологии Балбак Тулебаев придумал маленькую мстю за идилли Абайсалова. Предлагает не пропускать в парламенте ни один законопроект со стороны Кабмина, потому что обиделся. Говорит, вы законы не исполняете, да еще и Байсалов нас оскорбляет. Нехорошо. Контроль есть хоть какой-то или нет? Говорите, что решение Джогуркукинеша не будете выполнять. Ваш вице-премьер-министр говорит, что Джогуркукинеш – это цирк. Ну хорошо, тогда мы будем пользоваться теми правами, которые прописаны в Конституции. Ни один ваш закон не пройдет. Раз вы так к нам относитесь, на письма не отвечаете. Сейчас посоветуемся с депутатами и не пропустим ни один ваш закон. Хорошо будет? Конечно, расстроил парламентария не Байсалов, ну или не только он. Все дело в том, что Госагентство архитектуры и строительства при Кабинете министров не решает проблемы Иссыкульской области. А их основных две. Первая – все никак не завершающийся второй этап хвостохранилища в Каджесае с Росатомом. Вторая – переполненные очистные сооружения в Чулпонате. Если это не решить, говорит Толебаев, на туризме на Иссыкуле можно будет ставить крест. Если прорвет первое, не дай бог, прорвет второе, озеро придется закрывать. Я поднимал этот вопрос, когда еще полпредом был, и второй год Талдычо. Сооружения в Чулпонате наполнены до краев. Если неисправен – прорвет. Тогда нам ни города Османа не надо будет, ни строительства аэропорта в Караколе. Если прорвет, тогда все. На туризме можно будет поставить крест. Въезд на Иссыкуль надо будет закрыть. Пока эти две проблемы на Иссыкуле не будут решены, остальные не нужны. По словам депутата Аманкана Кинджибаева, члены Комитета по аграрной политике уже поручали Кабмину эти проблемы решить еще в 2022 году. Но ВОЗ и ныне там. Он читает, что за это отвечать должен лично Аклбек Джапаров. А другой парламентарий Джанебек Кадыгбаев предложил коллегам обратиться в Генеральную прокуратуру, если к сентябрю не будет хоть каких-то решений от Кабмина по экологии озера. Другая экологическая проблема беспокоит депутата Алишера Эрбаева. Он считает, что Кабмин плохо борется с мусорным полигоном в Бишкеке. Или не делает этого вовсе. Ездят, говорит, за границу, в командировки. Должны бы опыт других стран перенимать. А нет, на мусороперерабатывающие заводы даже носу не кажут. Все отдыхают. От теории никак не перейдут к практике. Все такие знающие. Столько средств выделяется. Засыпали полигон – это хорошо, но газы, которые находятся внутри, порождают вопросы. Я знаю о трех командировках наших чиновников за границу. Я посещал мусороперерабатывающий завод в Гуанчжоу. В Вене специально заплатил 20 евро, чтобы войти на завод, который расположен прямо в центре города. Там ни запаха, ничего нет. Другие страны из мусора бизнес делают. Наши же чиновники, представители министерств, берут только средства на строительство заводов и съедают деньги. Это их бизнес. А мы продолжаем брать кредиты и гранты. Мусора в Бишкеке и больших городах не становится меньше. А при этом чиновники также были в Вене. Поехали как на отдых. Ни один из них не зашел на завод. Представитель министерства Татиков Руслан Сатылганович приносит соглашение о грантах. Сам недавно был в Корее и там не посетил мусороперерабатывающий завод. Вот их равнодушие и отношение к проблеме. Этот выстрел в воздух так там и остался. Возразить вроде как и нечего и некому. А таможня опять не туда свернула. Но это не точно. ГКНБ задержал инспектора таможенной службы с поличным при получении взятки в 100 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности. Все это произошло на МТО «Автомобильный» на северо-восточной таможне. Силовики предполагают, что задержанный не просто брал деньги сам, но организовал коррупционную схему по взиманию денег с частных предпринимателей. Теперь инспектор таможни ВВС СИЗО ГКНБ, а сотрудники Комитета нацбезопасности устанавливают других должностных лиц, причастных к этому делу. О, шел? Ну и заканчивать принято хорошим. А у меня ничего такого нет. Поэтому ловите предостережение. В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости кишечными инфекциями. Об этом на брифинге напомнила начальник управления профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний при Министерстве здравоохранения Динара Утурбаева. Симптомы у них такие. Слабость, головная боль, повышение температуры тела, рвота, боли в животе и жидкий стул. Опасность кишечных инфекций состоит в том, что если их вовремя не остановить, происходит обезвоживание организма. Поэтому специалисты призывают защищаться превентивно, то есть принимать профилактические меры. А именно, соблюдать личную гигиену, мыть овощи и фрукты перед едой и не лопать фастфуд. Мы всегда говорим, что нужно мыть руки, учить этому детей. В летнее время создаются хорошие условия для размножения и передачи кишечных инфекций. Появилось много фруктов. Люди покупают и сразу едят. Не моют их. Продукты быстрее портятся. Все понятно? Соблюдайте. Ну и еще вспомнила интересное. Начался первый в этом году этап розыгрыша лотереи «Салык Чек». Все в прямом эфире, поэтому все, кто участвовал, бдите. Вдруг у вас новый айфон от государства появился, а вы не в курсе? Такие сегодня не новости, друзья. Поставьте лайк этому выпуску, а за новостями следите в нашем телеграм-канале Апрель ТВ и социальных сетях. Всего самого доброго и до встречи.